780 день войны россия продолжает штурмы несмотря на проблемы с техникой бой уже буквально идут уралы я вам обязательно сегодня видео этого безумия покажу также стали известны подробности нескольких удачных ударов украины по российскому пво и командным центром однако преимущество по ракетным атакам сейчас всецело на стороне россии россия имеет ресурсы для того чтобы наносить множество ударов а украина недостаточное количество снарядов для систем пво связано это как вы наверняка знаете с блокированием республиканцев и в нижней палате американского конгресса пакета помощи в ссу что они делают по приказу трампа который в свою очередь как стало известно о чем я сегодня отдельно расскажу в период своего правления считал что украина должна принадлежать россии всецело принадлежать россии российские солдаты тем временем сотнями бегут из российской армии в судах вынесена рекордное количество приговоров по статье о самовольном оставлении части и понятно почему бегут родственники мобилизованных рассказали о чудовищных потерях войсках где служат их близкие попросили спасти своих мужей об этом и многом другом в сегодняшней свежей несводки которую вы можете поддержать лайком вы можете подписаться на канал а это особенно поможет продвижение потому что для ютуба когда вы подписываетесь во время просмотра это важный маркет что видео хорошее его надо продвигать ну и вы можете написать ваш комментарий также подписаться на патреон и помочь каналу финансово ссылка в описании ну давайте переходить к тому что произошло за минувшие сутки в целом за эту неделю и так штурм на уралах наверное одна из самых впечатляющих историй то есть когда я видел видео как российские солдаты на мотоциклах штурмуют украинские позиции по крайней мере пытаются я думал что уже ничего более впечатляющего не увижу но увидел штурм на уралах это по сути грузовики у них нет брони у них есть нет возможности осуществлять огневую работу тем не менее на них поехали атаковать это происходит в работе на аккаунт один техникал показывает собственно что происходило там и пишет что это возможно является признаком растущей нехватки техники российские войска предприняли попытку штурму украинских позиций пишут они у себя в твиттере используя пару легковых бронированных военных транспортных грузовиков урал 4320 для пересечения открытой местности облога грузовика естественно были уничтожены вообще надо сказать несколько слов про то как ну а синтеры военной аналитики анализируют что происходит на линии фронта я два года за этим наблюдаю уже больше и поэтому могу вам не то чтобы приоткрыть завесу тайны но поделиться вообще как это работает но у кого-то есть инсайдер безусловно когда есть инсайдерская информация которую они в разной степени доверяют иногда доверяют иногда нет иногда плохо что доверяют потому что всякую чушь ретранслирует иногда нормально что доверяют когда действительно надежные источники по факту военные аналитики и команда синтерский они просто наблюдают за всеми появляющимися фото и видео свидетельствами с конкретных направлений обычно это работает так украинская сторона выкладывает свои успешные на попадания по российской технике российская сторона выкладывает свои успешные попадания по украинской технике машин но не обязательно только техник еще по зданиям и по сбросам например есть огромное количество видео как обе стороны сбрасывают друг на друга не на солдата друг друга гранаты и значит убивают солдаты, на которых этот сброс происходит. Кадры не для слабонервных, но по сути осин команды агрегируют всю эту информацию, из них делают выводы. Как они принимают решение о том, какой населенный пункт или какую его точку записывать в серую зону, или в зону под контролем России, или в зону под контролем Украины. Очень просто. Они смотрят на видеозаписи, из какой точки идут бои. Если вот в этой точке идут бои, значит предыдущие точки с российской стороны или с украинской стороны контролируются соответствующими армиями. И в этом смысле они определяют, где находится сейчас точка соприкосновения. У этого метода есть минус, потому что вообще все очень подвижно, особенно когда мы говорим о такой войне на истощение, где один и тот же населенный пункт или конкретно его улица может переходить из рук в руки буквально 7 раз на дню. И, собственно, периодически это и происходит. Поэтому глобально можно сказать, что есть два типа вообще стадий боевых действий. Одна это когда идет какое-то продвижение одной из сторон вперед, причем уверенная, там большими семимильными шагами и все прочее. А есть вот такая как раз значит тени толкай кровавейший, в котором обе стороны друг друга уничтожают в какой-то определенной местности. Вот сейчас происходит второй вариант. Россия пытается штурмовать, Россия пытается закрепляться, но украинские защитники постоянно дают отпор. Это не значит, что потери несет только Россия. Нет, к сожалению, украинцы тоже несут потери. Им очень тяжело. Они обороняют, собственно, рубежи от армии, которая на данном этапе превосходит их по количеству снарядов, превосходит их по количеству авиабомб и по возможности применения этих авиабомб, не говоря уже про ракеты. Поэтому украинским защитникам очень сложно. И тем удивительнее на самом деле то, что последние, ну вот там, с момента, когда Россия захватила Авдеевку, Украина довольно успешно обороняется по меркам ресурсов, которые на данном этапе имеются. И у России нет серьезных продвижений ни на одном из направлений. Но поразительно еще и то, что Россия продолжает пытаться давить, несмотря на то, что есть очевидные проблемы как с личным составом, так и с техникой. Подтверждение этого мы как раз и видим. Вот это вот приезд Уралов, приезд мотоциклов. Это все довольно странно. Вообще так наступление вестись не должно. Ну, что касается большинства точек, как вы видите, те завоевания, те освобожденные территории, которые были освобождены в результате украинского контрнаступления, до сих пор находятся под украинским контролем. Да, то есть то же самое Работина, заход в которое Россия анонсировала еще там, по-моему, до того, как захватила Авдеевку, но ВОЗ и ныне там. Клещиевка под Бахмутом все еще под контролем Украины. И это показывает, что на самом деле, несмотря на браваду российской стороны, несмотря на такие панические настроения, даже периодически в западной прессе, мы видим, что по факту на поле боя паритет. Паритет, несмотря на то, что у России с технической точки зрения гораздо больше преимуществ, потому что Запад, точнее давайте даже не Запад, окей, Соединенные Штаты, конкретно Соединенные Штаты Америки, конкретно республиканцы в Нижней Палате Конгресса блокируют выделение помощи. Я знаю, что в этом месте обычно появляются какие-то большие фанаты республиканцев и Трамп, которые говорят, нет, это Байден там зажал миллиард, два миллиарда и все такое, но это не соответствует действительности. Факт остается фактом. Вся проблема, которая сейчас есть, вот вся проблема на поле боя от начала и до конца от дефицита снарядов для артиллерии, заканчивая дефицитом снарядов для систем Патриот, это полностью вина трампистов, республиканцев в Нижней Палате и республиканцев, не трампистов, которые пошли на поводу у этих самых трампистов. То есть все, что происходит, это прямое следствие задержки помощи Украине. В полгода пакет помощи Украине в 60 миллиардов лежит в Нижней Палате Конгресса и спикер Нижней Палаты Конгресса Майк Джонсон по приказу Трампа не выставляет его на голосование, потому что даже если бы он хотя бы выставил его на голосование, то демократы плюс республиканцы, которые не пляшут под дудку Трампа, они бы приняли этот пакет. Украине бы пошли снаряды, украины бы пошли снаряды для систем ПВО Патриот в том числе и ситуация была бы намного лучше. Падение Авдеевки полностью вина республиканцев из Нижней Палаты Конгресса и конкретно спикера Майк Джонсона, который следует указам Трампа. К этому вопросу мы еще вернемся, потому что и про Трампа, и про республиканцев стало гораздо больше известной информации, особенно за минувшие сутки. И мы, конечно, к этому разговору вернемся, потому что буквально это сейчас краеугольный камень того, что происходит. Нет больших помощников в мире у Владимира Путина, чем Майк Джонсон и Дональд Трамп. Но вернемся к тому, что происходит на поле боя. Появилось еще несколько свидетельств уничтожения российской техники. Я отмечаю только то, что важно. То есть я отмечаю только те уничтожения только той техники, которая является довольно важной или важной удары по командным пунктам. Наш с вами любимый телеграм-канал, досье шпиона, который, несмотря на то, что анонимные оперируют к источникам, довольно часто дает информацию, которая подтверждается всегда. И поэтому это единственный анонимный канал, который я там продолжаю мониторить. И вот они публикуют фотографию уничтоженного Бука М-2 и сопровождают следующим текстом. На фото уничтоженная самоходная огневая установка 9А317 комплекса Бука М-2. Принадлежит одному из подразделений 58-мой войсковой армии Владикавказ. Удар был нанесен с применением ВПЛА. Стоит отметить, что за последнюю неделю подразделения армии потеряли на данном направлении две самоходные огневые установки Бука М-2 и Бука М-3, пускозаряжающую установку 9А316, радиолокационную станцию под светоцелей наведения ракет 9С-36. Окрестности Работина, Запорожская область с 5 по 10 апреля, уточняют они. Также они написали про двойной удар на Каховском направлении. 5 и 6 апреля была совершена атака по командным пунктам подразделений 49-й общевосковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Военная часть 35181 Ставрополь действует на Каховском направлении. 5 апреля был нанесен удар по командному пункту подразделения беспилотной авиации 205-й отдельной мотострелковой бригады в населенном пункте Каховка, Херсонская область. Удар был такой силы, что полностью уничтожил КП трехэтажное здание до основания. Предположительно, с истребителя МиГ-29 была запущена американская авиационная бомба с GPS-навигацией типа J-DAM. Вследствие удара шестеро военнослужащих бригады, которые находились в здании, числятся без вести пропавшими. Останков тела обнаружить не удалось. 6 апреля был нанесен удар по командному пункту неустановленного подразделения армии. Вероятно, одно из новосозданных и приданных 49-й. Известно лишь, что формировалось в Воронеже, в населенном пункте Ольгино, Херсонскую область, 35 километров от предыдущего удара. Удар нанесен одной ракетой из американской РСО «Хаймерс». Вследствие удара трое военнослужащих подразделения погибли, еще один ранен. Также пострадала автомобильная техника, которая находилась возле командного пункта «Два КамАЗа». Военнослужащие подозревают местное население в информировании ВСУ, проводятся опросы жителей соответствующих населенных пунктов, пишет досье шпиона. Из этой информации мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, в очередной раз свидетельство того, что местные жители не рады «освободителям». Но это и так всем давно понятно. А второе, что у Украины может быть свой УМПК. То есть свой способ авиабомбы запускать самолетов на безопасном расстоянии. Он не то, что может быть, он появился у Украины раньше, чем у России. Это как раз те самые системы J-DAM, которые Америка передавала Украине. Но в столь мизерном количестве, что их увеличение могло бы создать натурально паритет по авиабомбам. И россияне на свою голову получили бы такие же бомбардировки, какими они сейчас херачат по украинским позициям. Поэтому большая часть вопросов, которые в этой войне существуют, они не к Украине, они к западным союзникам, которые не могут противостоять политическому шантажу от довольно узкой прослойки собственно политических шантажистов. Но чем вообще мой канал отличается от там, я не знаю, украинских каналов или пророссийских каналов? Если на украинских каналах вы встретите исключительно видеозапись ударов по российским объектам и прилетов по российским колоннам, за редким исключением, в пророссийских каналах вы встретите удары по украинским, соответственно, но здесь, на этом канале, Я стараюсь рассматривать все важные удары с обеих сторон и трезво оценивать ситуацию. Поэтому важный удар, на который мы можем посмотреть, это удар по Motor Siege в Запорожье. И в этом ударе важен не сам удар, который вы видите перед собой на экране. В этом ударе важно, что у России есть разведывательные дроны уже над Запорожьем. Помните, мы недавно с вами обсуждали, что у России есть разведывательные дроны над Харьковом. Вот они есть и над Запорожьем. И, судя по всему, возможности российских разведывательных дронов для того, чтобы фиксировать цели, донаводить и смотреть за передвижениями украинских военных, возможности российских разведывательных дронов увеличились. О чем недавно мы тоже с вами говорили, когда обсуждали пост в одном из украинских больших каналов про то, что Россия сделала лучшую оптику на дроны, и теперь они летают выше. И возможности их сбивать стало гораздо меньше. Ну а по самому взрыву и ударов вы можете видеть, ну, во-первых, что да, очевидно, прилет был. Прилет был, он был успешен, но видно, почему без авиабомб уничтожать объекты довольно проблематично. Как вы видите, два ракетных удара приводят к тому, что, ну, там есть какие-то повреждения. Но об уничтожении завода речи не идет. Это вам там, я не знаю, не сконцентрированная электростанция или что-то такое, да. Завод гигантский, огромный, и для того, чтобы его уничтожить ракетами, надо, я не знаю, выпустить по нему тысячу ракет, да. Для того, чтобы прям вот стереть его с лица земли. В отличие от авиабомб именно. Поэтому ракетами там, не знаю, стереть до основания город или какую-то его часть невозможно. Это можно сделать авиабомбами, поэтому очень важно, чтобы у Украины была система ПВО, которая позволит сбивать российские самолеты, если они подлетают на расстояние для сброса авиабомб. И из-за того, что у России есть УМПК, теперь это расстояние стало больше. Ну, то есть это там теперь 70 километров. Если у России будет возможность сбрасывать авиабомбы на украинские города, они будут это делать, как они это делали в первые дни войны. Просто Россия изначально полетела бомбить Украину, но оказалось, что все сказки про то, что высокоточным оружием уничтожено все украинское ПВО и все украинские самолеты на месте базирования, оказалось, что это был копиум, которым Зетканал и Минобороны убаюкивали сами себя. Поэтому как российские самолеты полетели бомбить, так они и были сбиты на ***. Вот, собственно, у меня есть брелоки как раз из остатков этих российских самолетов. И необходимо, чтобы Запад обеспечил Украину снарядами для систем ПВО и самими системе ПВО, чтобы снизить возможности российской авиации. Это довольно важно, это является сейчас определяющим. И в условиях отсутствия этих возможностей мы видим, что происходит. Мы видим, как Россия может бить по украинской энергоинфраструктуре. Я все еще не считаю, что это может ключевым образом повлиять на украинскую военную компоненту, но очевидно это бьет по гражданскому населению. Это и есть тактика террора, это и есть тактика запугивания. То есть российская страна, как она пыталась уже сделать это зимой с 2022 на 2023 год, пытается максимально запугать украинское население, нанося удары. И безусловно, когда тебе ставят аварийное отключение, когда тебе говорят, что весь год надо теперь экономить электричество и прочее, ну твоя жизнь становится куда менее качественной, чем она была. Когда ты как сотрудник вот этой электростанции в Киевской области теряешь свою работу, тоже твоя жизнь ухудшается. Россия занимается террором, Россия пытается сломать Украину изнутри, потому что с военной точки зрения, ну настолько разрушить энергетические мощности, особенно учитывая, что Украина в том числе импортирует электроэнергию из западных стран, как раз научная горьким опытом 2022-2023 годов, когда вот зимой, когда Россия пыталась погрузить всю Украину в темноту и хаос среди зимы, значит, сильно навредить там военной промышленности и всему остальному довольно проблематично. Как вы видите, в Украине сейчас нет блок-аута, несмотря на то, что действительно серьезнейшие нагрузки на энергоинфраструктуру. Однако, запугать людей, попробовать запугать людей теоретически можно, и Россия пытается это сделать. Правда, я думаю, что эффект скорее будет обратный, потому что, ну, многие люди в украинских городах вспомнили, что это не где-то там есть военные, которые, значит, воюют, а там, условно, Киев этого слабо чувствует. Но, к сожалению, к сожалению, в очередной раз Россия показывает, что ее задача уничтожить именно Украину и украинские города. Она бьет по всем городам, она бьет по Львову, она бьет по Киеву, она бьет по Харькову, Харькову достается больше всего. Так что цель России уничтожить Украину. И, ну, такой вариантов, на самом деле, реакции на это два. Первое, либо Украина действительно дрогнет, гражданское население действительно поддастся на этот страх, либо консолидируется, как и делало все эти два года. Что и позволило воевать с превосходящей армией, ну, как минимум на равных, а зачастую и как раз нанося этой армии гигантские потери и отбрасывая ее со своих территорий. Что будет в итоге, неведомо мне, я не знаю будущего, но почему-то я уверен, что украинское общество скорее консолидируется, чем упадет перед Путиным на колени из-за того, что есть перебои с электроэнергией. Ну, интересно, что происходит сейчас в российской армии, потому что там, несмотря, опять же, на проватное заявление, солдаты натурально бегут. Бегут в больших количествах. Ну, то есть, в очередной рекорд по количеству приговоров в суде по статье «Самовольное оставление части», так называемые САЧИ. Вот, значит, бегут российские солдаты из армии сотнями в месяц. За один только март 2024 года российские военные суды вынесли почти 700 приговоров по делам о самовольном оставлении части. Статья 337 УК выяснила Медиазона. Количество дел против отказников значительно выросло после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, но такого темпа, как в 2024-м, не было еще никогда. Как и раньше отмечает Медиазона, большинство приговоров по таким делам остаются условными. После этого сбежавшего военнослужащего можно было отправить обратно на фронт. За март 2024 года российские военные суды вынесли 684 приговора по делам о самовольном оставлении части. Медиазона выяснила это, изучив карточки уголовных дел. Таким образом, военные судьи выносили примерно по 34 приговора по этой статье каждый рабочий день. До рекорда в марте 2024 года самым загруженным для судей был февраль. Тогда впервые в истории к ним поступило более 700 дел о самоволке. Решения были вынесены только по 583 из них. Темп не снижается и сейчас. За неполные две недели апреля вынесено почти 300 приговоров. Всего с начала 2024 года в военные суды поступило около 2300 дел о побеге со службы, а с начала мобилизации почти 7500 дел. Большинство из них приходится на Московскую, Свердловскую, Оренбургскую области, пишет Медиазона. Ну то есть, и это только те, что стали известны, дошли до суда и так далее. Потому что многие из них просто все еще находятся в розыске и в бегах. И судебных дел нет. Это еще без учета, например, дел по дезертирству, которые реже заводят, но они тоже есть. Это без учета отказа от выполнения приказа. Собственно, из Z-канала, например, филолог в серой зоне, который я цитировал в недавнем видео, как раз про большие российские потери, говорит, что отказников и оставляющих часть становится все больше. Это чистые факты, без каких-то оценок. Вот увеличение этих дел – это чистый факт. С точки зрения оценок, я не знаю, как тут можно прийти к иному выводу, кроме того, что количество людей, бегущих из российской армии, увеличивается. Но почему, спросите вы? Ведь официальные пропагандисты рассказывают, как все хорошо, что Украина вообще на грани краха, что российские войска мощно идут вперед, практически не неся потерь. Ну, понять, почему бегут, можно, например, из-за обращения родственников мобилизованных, которые рассказывают, как их пускают в расход. 100 мобилизованных 1454-го полка из Ханты-Массийска, которым пообещали нахождение в терробороне, приписали к 114-й ОБМР, первого армейского корпуса самопровозглашенной ДНР, известной как Мясная бригада, и отправили 5 апреля на штурм Семеновки под Авдеевкой без амуниции, боекомплекта и артподдержки, как говорят их родственники. За пять дней более половины погибшие и пропавшие без вести. Им говорят, убьют вас, придут другие, рассказывают родственники раненых и убитых, никто не вытаскивает. За мобилизованными стоят заградотряды, которые расстреливают их, если они идут назад или останавливаются, чтобы оказать помощь раненым. Еще раз, это не выдумки либеральных журналистов, это то, что рассказывают родственники мобилизованных, записавших обращения с лицами под камеру и со всем остальным. На момент записи командование затребовало 100 новых бойцов на замену, говорят, родственники мобилизованных полк почти полностью уничтожен, сообщают они. Ну, естественно, полностью это обращение мы с вами посмотрим в ближайшие дни, когда будет еще один ролик про как раз такие обращения. Их становится все больше, но традиционно, когда Россия усиливает или увеличивает количество своих мясных атак, эти обращения вновь начинают обрезать от родственников самих мобилизованных. Эти обращения ни на что не влияют, у этих мобилизованных нет шанса выжить, у родственников нет шансов до кого-то достучаться, тем не менее, они вот пытаются это делать. Напоминаю, чтобы не стать такими родственниками мобилизованных или трупами, вам не надо идти в российскую армию, вам не надо идти ни контрактником, ни срочником, который потенциально может стать контрактником, мы увидели много таких случаев, в том числе с принуждением. Вам не надо идти там добровольцем, вам не надо идти в мобилизованном в случае объявления мобилизации, потому что если вы это сделаете, то ваши родственники будут вот так обращаться к Путину и просить сделать хоть что-нибудь, чтобы вас не отправили на верную смерть. Что касается проблем с системой ПВО, неожиданные заявления от Британии, которые я бы не воспринимал слишком оптимистично, но потенциально это может серьезно помочь. Британия может дать ПВО лазер, то есть там заявили о возможности отправки в Украину своего лазерного оружия Dragonfire, которое может сбивать дроны, передает Телеграф. Лондон планирует внедрить это новое оружие в свою армию к 1927 году, но его прототипы могут оказаться в Украине еще раньше, заявил министр обороны Британии Гранд Шепс. Сейчас в Европе происходит живой конфликт, для разрешения которого у нас есть уникальное современное оружие, которое может оказаться полезным. Скажем так, оно не обязательно должно быть на 100% идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его. На данный момент датой по-прежнему является 27-й год, но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить этот процесс, заявил Шепс. Особенностью Dragonfire является дешевизна. Заявлена стоимость 10 фунтов за выстрел. Это продукт действительно на годы вперед, говорит Шепс. Коротко, о чем идет речь? Есть лазер, который в Великобритании говорит, что успешно испытала, который может на километр херачить в очень маленькую цель. Они говорят, что в монетку фунт. Ну, а на сколько там? Короче, ну монетка, вы поняли. И вот этот лазер, он может прицельно так фигачить. Непонятно, может ли он сбивать ракеты. Судя по всему, не факт вообще совершенно. Но он почти точно может сбивать беспилотники. И его выстрел, это не выстрел за миллион долларов из Петро. Его выстрел стоит вот 10 фунтов. Ну, то есть, нисколько по военным меркам. И если эту херню дать Украине, это, ну, все от этого будут выигрыши. Британия будет выигрыши, потому что они смогут в реальных условиях протестировать, а не в тепличных. Понять, какие есть минусы, какие есть плюсы, можно ли его использовать в реальной войне. Украине, понятно, экономить деньги на средствах ПВО, то есть запускать там, не знаю, не какие-нибудь из 300 снаряды, не из какого-нибудь Петро, хотя я сомневаюсь, что для шахедов по Петро стреляют. И даже не рисковать там мобильными группами. Потому что мобильные группы большие молодцы. Действительно, мобильные группы украинские, они уничтожают сейчас большую часть этих шахедов. Но шахеды стали летать выше, и это тоже большая проблема. И происходит это все ночью, когда сначала надо прожектором высветить, а потом, чтобы в этой мобильной группе стрелок смог поразить этот самый шахед. Поэтому эта система противовоздушной обороны, этот лазер, если он рабочий, даже если он не рабочий, знаете как, если он не рабочий, то надо нам узнать, что он не рабочий. Потому что вот к 27-му году Великобритания поставят, там уже Россия нападет на европейские страны, начнется большой замес, ну там в случае, если Запад вести себя будет как сейчас, и не давать достаточную помощь украине, да, то Путин пойдет дальше, и будет уже война, и вот там Путин запускает ракеты, и вот этот лазер в реальных боевых действиях не обкатан, они пытаются сбивать эти самые шахеды, и оказывается, что этот лазер кусок говна. Ну, плохой сценарий, согласитесь, да. Поэтому и в случае, если этот лазер чудо-оружие, и в случае, если этот лазер кусок говна, в обоих случаях правильнее было бы испытать это как раз в Украине. Да, то есть все в плюсе. Я надеюсь, что это не просто слова, но мы много раз видели от Великобритании, что они, конечно, гораздо лучше понимают ситуацию, чем у многих коллеги. Ну, как и Дэвид Кэмерон, который недавно высказывался, он сейчас глава МИДа, но Великобритании недавно высказывался, что какая-то тактика умиротворения агрессора, она всегда ведет только к еще большим ужасам, говорил он, и был абсолютно прав. Что еще ведет к ужасам, это предательство Украины. Ну, то есть люди, которые предают Украину, которые работают в официальных украинских органах, а потом являются перебежчиками. Кстати, эй, Z-каналы, что там, как летчик-перебежчик, которого вы обещали показать сколько полгода назад, я не помню, когда это вообще было. Что, где он существует? Нет, интервью обещали, рассказы про то, как этот летчик. Некоторые писали, что он с самолетом перелетел. Что, где? Можно глянуть-то, а? Ну, хотя бы там, не знаю, с этим самым, с заблюренным лицом или чем-нибудь таком. Или нет? Или в очередной раз вы, ну, как бы, не будете обращать внимания на то, что ваши Z-коллеги вам поводили всем, чем можно, по всему, чему можно, скормив и заставив стать вот распространителями абсолютного фейка. Нет? Неважно. Ну, ладно. Поговорим про реальных перебежчиков. Собственно, действительно, есть, есть, к сожалению, были, по крайней мере, перебежчики из Украины в Россию. И вот один из таких подвергся взрыву, как правильно сказать. Его попытались взорвать, очевидно, в Москве. На севере Москвы взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Его владелец пострадал. Телеграм-канал 112 утверждает со ссылкой на источник, что машина принадлежит бывшему сотруднику Службы безопасности Украины Василию Прозорову или Прозорову. Взрыв произошел на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе. Телеграм-канал Mesh пишет, что машина взорвалась при запуске двигателя. По данным РИА Новости, сработало взрывное устройство под днищем машины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Василий Прозоров в марте 2019 года дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что с апреля 2014 года, вплоть до своей отставки в 2018 году, по идеологическим мотивам сотрудничал с Россией. По его словам, он работал в антитеррористическом центре СБУ, который якобы фактически руководил АТО в Донбассе. Ну, то есть это перебежчик, перебежчик, который дал много информации, судя по всему, и который активно этим кичился. И, ну, в этой истории много, много, конечно, удивительных историй скрыто. Это, ну, во-первых, я не знаю, хорошая реклама для Land Cruiser Prado, потому что он остался жив, несмотря на то, что взрыв, судя по всему, прошел абсолютно штатно, ну, то есть действительно включил зажигание, раздался взрыв, то есть все как надо, но он все равно остался жив. Видно вот, когда его уводят там на скорой, что он прикрывает маской лицо, то есть он находится в живых и в сознании, да, и это, конечно, для Land Cruiser Prado отличная реклама, что называется. Ну, а с точки зрения устранения, конечно, вот интересно, что после попытки убийства Захара Прилепина, ну, там Киву еще потом убили, да, успешно тоже перебежчику украинского, но как-то вот этого стало как-то сильно меньше почему-то. И интересно, почему? Потому что как будто бы наоборот должно быть. Мы видим, как Россия в Испании, например, использовала местных каких-то там головорезов, да, просто, судя по всему, перевал им бабки, сказали убить вон того, и они убили как раз, наоборот, российского пилота вертолета, который перебежал на сторону Украины, но он был довольно странный парень, судя по всему, потому что Украина ему говорила, типа, оставайся в Украине, здесь мы можем тебя защитить. Он такой, нет, я поеду в Испанию. Ему там, судя по всему, сделали какие-то документы, но поговариваешь, он там ходил бухал, ну, пишет западное издание, ходил бухал, всем рассказывал, что он угнал российский вертолет, и вообще какой он молодец. Ну, его, соответственно, видимо, российское государство наняло каких-то местных головорезов за не очень большой праздник, они его отстреляли, вот, и он теперь мертв. И вот к чему я это говорю, что в России сейчас, об этом даже было несколько публикаций довольно интересных, супер развит рынок наемных убийств и там ломания ног, потому что есть большое количество как раз, ну, относительно большое количество СВОшников, которые, значит, вернулись и которые не смогли интегрироваться обратно в общество, никому они, ну, не нужны в этом обществе, и они, как бы, за довольно мелкий прайс готовы убивать кого угодно по заказу. Почему этот ресурс не используется для ликвидации, там, пропагандистов, российских военных и, там, соответственно, перебежчиков, большой-большой вопрос. Не то, чтобы я к этому призываю, потому что, ну, как бы, сами разберутся, что делать, вот, но вопрос этот меня действительно занимает. То есть, вот, есть очевидная довольно возможность в стране, где очень слабый оборот, в смысле, очень слабо контролируется оборот оружия сейчас, то есть, огромное количество оружия с черного рынка, ну, вот, из зоны войны поступает. Ну, вот, я делал тоже недавно ролик про количество вот этих вот СВОшников, которые приходят в Россию и становятся преступными. Да чего там далеко-то ходить? Вот, буквально, во вчерашней сводке мы обсуждали с Русланом чувака, который вернулся с СВО и стал наемным убийцей. И вот его сейчас там судили, и он снова пойдет, судя по всему, на войну, да? Ну, СВО я употребляю в случаях, когда вот в ироничном ключе, как герой СВО, да? Естественно, СВО это выдуманный Россией термин, который почему-то должен был как-то заменить войну и быть не настолько, я не знаю, обидным, что ли, для российской власти или чего-то. Вот, но уже и Песков войну войной называет, короче. Ну, вот, термин СВО остался, мне кажется, исключительно в таком ироничном ключе. В любом случае, вот мы видим, что эта практика, она там разрастается. Ну, а с точки зрения самого взрыва, слушайте, ну, к этому надо привыкать, да? Даже когда речь не идет про украинских перебежчиков, история в том, что оружия сейчас много, выстрелов много. Он там в Питере недавно, прямо в центре, в кафе, один так герой СВО, своего партнера пристрелил, потому что о чем-то не договорились. То есть это сейчас будет повсеместно. Сейчас пока пробник идет, потому что очень мало еще людей с фронта вернулось, но дальше этого будет только больше, а когда вернутся все сотни тысяч, независимо от того, значит, после это будет поражение России или не поражение России, это все выльется, эти ПТСРщики, это все будет на улицах, это все будет в крышевании, во всем остальном, в деградации окончательного государства, ну и так далее. Ну, чего, что называется, спойлерить. Вернемся к поставкам и к тому, что происходит. Норвегия готовится передать Украине более 22 самолетов F-16, об этом сообщает издание NETA Weizen. Издание сообщает, что не все из указанных истребителей пригодны для полетов, однако разрешение на передачу самолетов Украине одобрено американской стороной. Также Норвегия сможет предоставить Киеву двигатели к истребителям, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое соответствующее оборудование. К сожалению, опять проблема с датами. Ничего не понятно, в какой момент, значит, это все будет поставлено, поставлено, потому что, ну, F-16 действительно нужны, и вообще любые самолеты нужны, потому что это как раз часть противовоздушной обороны. Это нужно для того, чтобы сбивать российские самолеты, это нужно для того, чтобы сбивать ракеты, это нужно для того, чтобы более эффективно наносить удары по российским позициям, потому что те ракеты, которые передавали и, надеюсь, передают Украине, типа Штуршедов и Скальпов, типа Хармов и всего остального, они заточены как раз под западные самолеты, а не под переделы, ну, они под МИГи там, и в итоге им приходится там что-то колхозить, переделывать, вот. А хорошо бы, чтобы это было вот прям под самолет, который для этого создан, и это повысит и точность ударов и снизит количество условного брака. Поэтому чем скорее будут поставлены самолеты, тем лучше. Цифры везде называются более-менее какие-то уже там в несколько десятков, но, опять же, непонятно, что по датам, что по срокам обещали. Вот я крайне, я помню, точнее, последнее из вот этих обсуждений было, что это будет летом, да, там, к июлю условно. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, надеемся, что не сдвинется, потому что действительно очень-очень-очень большой лаг между и обещаниями чего-то, и поставками этого чего-то, не говоря уже о Соединенных Штатах, которые полгода в целом уже не помогают Украине, по крайней мере, в каких-то дополнительных новых усилиях. И Россия, в свою очередь, продолжает. Вот ей партнеры помогают стабильно, КНДР, Иран осуществляет поставки, более того, собственно, осуществляется обход санкций, поэтому и Россия имеет свое производство, и производит, например, и дальше ракеты, которыми прямо сейчас уничтожает украинскую энергоинфраструктуру. И это делается с помощью как раз западных чипов, которые идут по параллельному, как это называет Россия, импорту, по факту, по серым схемам, что является зоной ответственности тех, кто санкции вводил. Если вы вводите санкции, вы обязаны сделать так, чтобы они работали, иначе вы просто показываете свою дееспособность. Европейский Совет сейчас утвердил уголовное наказание за нарушение санкций ЕС, речь в частности об обходе финансовых ограничений, торговле санкционными товарами, помощи с обходом запрета на поездки и других нарушениях. Строгость наказания должна зависеть от конкретного случая, говорится в сообщении пресс-службы Евросовета, но умышленный обход санкций будет караться особенно строго, вплоть до тюремного заключения. Юрлицам также грозит отзыв лицензий и разрешение на ведение бизнеса в ЕС. Директива вступит в силу на 20-й день после публикации в официальном журнале ЕС, то есть довольно скоро, я надеюсь, это окажет влияние, потому что действительно санкции, которые приняты, по сути, против российских отраслей, это нормальные санкции. Ну, то есть, правда, вот если все то, что в санкциях перечислено, действительно не будет поступать в Россию, мы не увидим больше российских ракет. То есть Россия не может ничего делать самостоятельно, без западных компонентов. Поэтому очень важно, чтобы санкции соблюдались и были вторичные санкции за нарушение санкций. И неважно, по отношению к кому, к Китаю, там, Казахстану, к Армении, к любой стране, которая этим заупотребляет. В то же время Нидерланды выделили новый пакет помощи Украины. Они выделили миллиард евро военной помощи и 400 миллионов евро на восстановление страны. Это такая срочная помощь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после телефонного разговора с премьером-министром Нидерландов Марком Рютте. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения по безопасности. Спасибо, Марк, спасибо, нидерландский народ. Это образцовый пример поддержки Украины, написал Зеленский в соцсетях. Главное, раздражающая, одна из раздражающих вещей в этой войне, что многие акторы в ней ведут себя нерационально. Да, то есть, если бы Запад в целом еще в конце 2022 года, а не говоря уже о том, что если бы раньше поставил все необходимое, то, ну, войны бы уже не было, по сути. Ну, окей, это может быть мое допущение, но, как минимум, она бы выглядела совсем иначе. Есть очень понятная и простая история, что надо делать сейчас западным союзникам. Более того, понятна цена, которую они заплатят, если они этого не сделают. Если Украину не обеспечить всем необходимым системами ПВО, снарядами для этих систем, артиллерийскими снарядами для ведения боя, беспилотниками, а также техникой, то у Украины, в зависимости от того, насколько этого не будет хватать, есть вероятность потерпеть поражение от российской армии. Причем, ну, если, опять же, Запад будет действовать рационально, то этой вероятности нет. Ну, то есть, Путин не может выиграть, если Запад будет поддерживать Украину. В принципе, не может. И он уже доказал это за эти два года, что у него нет шансов победить, если Запад будет поддерживать Украину. А если Запад будет поддерживать Украину в достаточном объеме, то он еще и проиграет довольно быстро, Владимир Путин. Но даже если Запад будет поддерживать тех же объемов, которых поддерживал последние два года, то Путин уже не сможет победить Украину вообще ни при каких практически раскладах. Однако проблема в том, что, очевидно, это не до конца понимают все, или, как минимум, есть какие-то факторы, которые влияют на западных политиков тех или иных, включая американских, которые мешают это сделать. В результате риски повышаются не только для Украины, но и для всей европейской безопасности, потому что, не потерпев поражения, в Украине Владимир Путин пойдет дальше и на другие страны, которые окружают Россию, типа Казахстана и Армении, и затем на непосредственно Европу, потому что будет думать, что, ну, Запад также, опять же, не сможет консолидироваться. Помимо этого, есть страны, которые наблюдают за конфликтом, и в случае, и даже не в случае, это уже происходит, и когда они видят, что у Запада не хватает возможности и решимости, они считают, что для них это тоже возможность. Именно поэтому Иран наглеет, именно поэтому наглеет Китай в отношении Тайваня, именно поэтому наглеют вообще все, кто может наглеть, потому что они видят, ага, Запад больше не консолидирован, или как минимум он не может быстро мобилизовать себя, не с точки зрения, там, военной мобилизации, людей под ружье ставить, а с точки зрения хотя бы мобилизации ресурсов. И это делает не только Украину более уязвимой, но и весь Запад как таковой, как следствие и Америку, потому что если Америка считает, что она сможет как-то там сама отсидеться, и ей ничего не угрожает, то нет, со всех собственных историй вот этих вот угроз идет и непосредственно ей, потому что все это бьет по американским интересам. Все там расширение возможностей Китая, потеря союзников на европейском континенте, это все снижает возможности непосредственно Америки. Ну, очевидно, не все это понимают, и иногда там понятно, что кто-то прям просто тупой, как Дональд Трамп, какой-то лживый манипулятор, на которого ведутся люди примерно его уровня. Но есть и какие-то люди, которые считают, что допустимо позволят лживому манипулятору воплощать свою улю, которая еще и постоянно меняется, если это соответствует их политическим интересам здесь сейчас. Вот я как раз говорю о тех республиканцах, которые трампистами не являются, но которые вот из ситуативных интересов, боясь, что Трамп придет к власти, играют под его, значит, дудку, танцуют, точнее, пляшут под его дудку и готовы исполнять его приказы. При этом сам Трамп считает Украину частью России. Трамп в годы своего президентства считал, что Украина должна быть частью России, так пишет экс-чиновница Совета нацбезопасности Белого дома времен Трампа Фиона Хилл в новой книге о нацбезопасности, сообщает Guardian. «Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», заявила Хилл. И, ну, в этой истории нет особо ничего нового, да, это и так понятно по высказываниям Трампа, но просто вот все фанаты его должны понять одну простую вещь. вы либо за Трампа, либо за Украину. Третьего не дано. При этом надо понимать, что ненависть Трампа к Украине, точнее, представление, что Украина должна быть частью России, должна сдаться, капитулировать, вот, и что бы там Россия не делала, кого бы и в каких количествах не убивала, это дело России, полагает Трамп. И вот, в общем, его вред по отношению к Украине и помощи России не должна тоже замыливать глаз, что администрация Белого дома времен Байдена, она тоже сделала много, что из того, что помогло Путину. То есть помощь, которая оказывалась в Украине, не была достаточной. Принципиальные позиции по части вооружений были именно из-за опасений Байдена, то есть не передача этих вооружений, в том числе от АКМС, в нужном количестве, в том числе из-за страха перед ядерным ударом. Ну, короче, косяки Трампа не оправдывают косяки Байдена, и косяки Байдена не оправдывают косяки Трампа. Сейчас история состоит в том, что основной урон по Украине идет из-за республиканцев в Нижней Палате Конгресса. Если Байден переизберется, если он продолжит заниматься той херней, что занимался последние два года войны, давать в час по чайной ложке и бояться ядерного удара от России, из-за этого не давать Украине необходимое вооружение, то это будет уже полностью на Байдене, это будет полностью его виной. Как полностью его виной было то, что в эти два года, когда идет война, помощь, которая передавалась Украине, была в недостаточных объемах. Но на данном этапе основная проблема это, конечно, республиканцы в Нижней Палате Конгресса, которые по приказу Трампа блокируют помощь. Извините, что я сегодня подробно на этом останавливаюсь, просто вот сейчас мы про Трампа поговорили, и еще выйдет блок в конце, который этому посвящен. Это важное понимание. И опять же, еще одно важное понимание должно заключаться в том, что если победит не Байден, а Трамп, я вообще, ну, очень недоволен тем, что выбор будет снова в Америке между Байденом и Трампом. Они оба меня кардинально не устраивают, как президента. Вы спрашиваете, Майкл, а ты кто такой, чтобы тебя устраивали они? Я скажу, ну, я американец, налоги туда плачу. Они вот делают, так сказать, если в прошлом году я был окей с налогами, потому что они в том числе шли на помощь Украине для покупки хаймерсов, всего такого, то в этом году я вообще недоволен, потому что они, на что идут. В любом случае, значит, история заключается в том, что конкурировать будут два, на мой взгляд, человека, которые не очень компетентны, как лидеры первой экономики мира и мощнейшей армии мира. Тем не менее, выбирая из них, Трамп — это гарантированное отсутствие поддержки от Соединенных Штатов Украины и сокращение даже нынешних. А в чем нынешнее заключается? В разведке, которая все еще сотрудничает с Украиной и дает преимущество серьезное Украине, и в консультациях. И, возможно, в чем-то еще, в обучении, этого я не могу знать. Ну и в передачу тех вещей, которые уже были ранее согласованы. Если Трамп придет к власти, то никакой помощи от Соединенных Штатов в принципе не будет. Он будет открыто помогать Путину и призывать Украину капитулировать, как он фактически уже и признался. Еще это будет и опасно для Европы, потому что Трамп все время играется с историей про выход Соединенных Штатов из НАТО. В общем, это будет катастрофа. Поэтому я обращаюсь в том числе к русскоязычным жителям Америки, тоже к трампистам, несмотря ни на что, несмотря на то, что я считаю, что не особо есть смысл разговаривать с трампистами, все равно вы должны понять, что выбор между Трампом и Байденом, несмотря на то, что и тот, и тот вообще не являются моими героями, это выбор между поддержкой Украины и отсутствием этой поддержки. Все. Это очень простые условия, задачи. Теперь к тому, к чему вот приводят прямо здесь и сейчас отсутствие этой поддержки, об этом пишет Институт изучения войны. Истощение предоставленной США противовоздушной обороны в результате задержек с одноплением американской военной помощи Украине в сочетании с усовершенствованием российской тактики ударов привело к повышению эффективности российских ракетных и беспилотных ударов по Украине без резкого увеличения их размера и частоты. Российские силы нанесли две серии крупных ракетных ударов после активизации ракетных ударов и ударов беспилотников в конце декабря 2023 года, пишут АСВ. Серию ударов, главным образом, нацеленных на промышленные и военные объекты и важнейшую инфраструктуру в период с декабря 2023 года по февраль 2024. А также продолжающаяся серия ударов, нацеленная главным образом на энергосистему Украины с конца марта. Российские силы не увеличили, подчеркивает Институт изучения войны, заметно количество или размер своих ударов с момента первоначальной активизации своей кампании по обстрелам в декабре 2023 года и проводили относительно стабильное количество и интенсивность ударов зимой и весной. Тем не менее, этой весной российские войска нанесли растущий и долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Повышенная эффективность российских ударов, похоже, не является результатом использования большего количества ракет и беспилотников при каждом ударе. Вместо этого российские силы используют деградацию системы противовоздушной обороны Украины, вызванную продолжающимися задержками в оказании западной помощи в сфере безопасности. И, судя по всему, Россия также адаптирует тактику на основе знаний, которые возникли в результате нескольких месяцев попыток России испытать украинскую противовоздушную оборону. Такая ситуация вызывает тревогу, поскольку предполагает, что в отсутствии быстрого возобновления военной помощи со стороны США, российские войска могут продолжать наносить серьезный урон украинским силам на передовой и украинской критически важной инфраструктуре в тылу, даже при ограниченном количестве ракет, которыми располагает Россия. То есть, эта помощь, которую блокируется Нижняя Палата Конгресса, о чем я говорю в 500-й раз, потому что это сейчас важнейшая история, она напрямую влияет. Вот горящий ТЭС – это результат этого. Потерянная Авдеевка – это результат этого. Ну и в целом вся эта ситуация приводит к тому, что США теряет вообще позиции в мире. И тот кумулятивный эффект, о котором я говорю, который сопростоянется не только на Украину, но и на Запад, и даже на Азию. В Европе и в Азии хорошо видят, как США не способны поддержать партнера даже оружием, не говоря уже о прямом участии американской армии в защите союзников. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавнее заявление мировых лидеров. То, что США не предоставлением помощи Украине уничтожают свое положение гаранта безопасности, уже становится не просто очевидным, а максимально публично на уровне самых высоких государственных инстанций, пишет издание. Первым тревожным звоночком для Вашингтона в этом контексте должна была стать недавняя речь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на форуме Европы. Второй аналогичный сигнал был озвучен накануне представителям Японии, стратегического союзника США в другом ключевом регионе мира. Я вам даже переведу эту, точнее озвучу эту речь, которая была направлена к американцам. Для мира важно, чтобы США продолжали отыгрывать эту ключевую роль в международных делах. И когда мы встречаемся здесь сегодня, я замечаю некоторую скрытую неуверенность в себе среди некоторых американцев в том, какой должна быть ваша роль в мире. Эта неуверенность в себе проявляется в момент, когда мир находится на поворотном моменте истории, эра после холодной войны позади. И мы сейчас с точки невозврата, который определит следующий этап истории человечества. Международный порядок, над выстраиванием которого США работали поколениями, сталкивается с новыми вызовами. Вызовами от тех, чьи ценности и принципы очень отличаются от наших. Свобода и демократия под угрозой по всему миру. И вы только вдумайтесь, это говорит представитель Японии, страны, на которой Соединенные Штаты сбросили ядерную бомбу, как справедливо отмечает телеграм-канал быть или он пытается выразумить Штаты и сказать им быть решительнее. Как отмечает Defense Express, не только Япония, но также Южная Корея и Тайвань внимательно следят за ситуацией в Украине. Если США не могут обеспечить даже стабильность помощи вооружениям, то какая надежда, что в случае агрессии Китая или КНДР ситуация не повторится. А Япония, Южная Корея и Тайвань ожидают несколько большего участия США в этом процессе, чем отправка вооружения, отмечает издание. И действительно, в погоне за ситуативным политическим эффектом американские республиканцы буквально уничтожают Америку как влиятельную силу в этом мире. Не говоря уже о моральных последствиях и вообще вопросах справедливости, когда они просто наблюдают, как уничтожаются энергетические объекты Украины, как умирают украинские солдаты, воюя с Россией, с Россией, которая угрожает всему континенту. Это чудовищно. И я надеюсь, и именно надеюсь, потому что быть уверенным я уже не могу, и я надеюсь, что это какое-то наваждение, это какая-то невероятная политическая импотенция внутри американского истеблишмента, она закончится, потому что это, ну, просто катастрофа. Это просто какой-то международный со стороны Америки как одной из ведущих мировых держав в этом мире. Ну, а с вами был Майкл Наки. Такой вот получился у нас с вами разнообразный выпуск. До скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok